Доброе утро, дорогие друзья! Это программа «Утренний фреш» и сегодня я, Влада Васильева, расскажу о некоторых актуальных выставках и концертах, которые готовят для гамильчан, а также познакомлю с другой полезной информацией. Доброе утро, дорогие друзья! Камень преткновения открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины выполнены в технике масляной живописи. Гамильчане увидят работы, написанную художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. В музее автографа продолжает работу художественная выставка «Тетрис». Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляды людей привлекали естественная красота, сельские пейзажи с простым бытом. Этого так не хватает жителям больших городов. В работах молодых художников интерьерный жанр, который больше, чем натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. Выставка открыта до 15 октября. Театр Клоунады и Пантомимы «Без слов» Гомельского центра инклюзивной культуры готовит премьеру. Зрителям представит комедийный спектакль «Дурдом в коммуналке». В постановке участвует большая часть труппы Театра Клоунады и Пантомимы. Ее героини – женщины, проживающие на одной территории. Зрители окунутся в мир женского юмора, который понятен каждому. Причем интересно будет и женщинам, и мужчинам. Авторы обещают, что никто не успеет заскучать. Зрители будут ждать 10 октября в Центре инклюзивной культуры. Начало спектакля в 17.00. Возрастное ограничение по 17+. 14 октября Гомельчан ждет концерт вокального ансамбля «Камерата». За время своего существования заслуженный коллектив Республики Беларусь прошел путь от ансамбля, основанного на общих интересах участников, до профессионального коллектива. «Камерата» – это высочайший уровень исполнения и авторская музыка, которая вбирает в себя элементы многих известных стилей и направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пения акапелла в сочетании с техникой микрофонного пения, с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, которые передают эмоции, а не песен и смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает Большой симфонический оркестр, поддержанный самыми экзотическими инструментами. Приходите 14 октября в городской центр культуры. Начало концерта в 19.00. В выпусках передачи «Земля. Наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, следских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – ярко-неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19.35. Немного о братьях наших меньших. Вы когда-нибудь замечали, что коты и кошки внимательно наблюдают за своими хозяевами, учатся у них и повторяют определенные действия? К такому выводу пришли авторы исследования, которое длилось целое десятилетие. Специалисты изучили эффективность особого приема дрессировки. Его цель – добиться того, чтобы кот повторил за человеком определенное действие. И показатель успешности превысил 80%. Хотя ранее предполагалось, что подражать человеку могут лишь обезьяны, попугаи, дельфины и косатки. Но эксперимент показал, что это с успехом делают и кошки. Психологи рассказали, что поглаживание домашних питомцев – отличное средство против депрессии. Такая процедура длительностью четверть часа поможет успокоиться, снизить уровень стресса и избавиться от навязчивых мыслей. Эксперты в области психологии рекомендуют обзавестись питомцами тем людям, кто страдает от постоянных стрессов, перетомлений и депрессии. Причем в качестве пушистого антистресса подойдет любой домашний питомец. Пока мы наслаждаемся золотой осенью, фермеры из древней деревни на востоке Китая тоже пользуются ясной погодой. В эти осенние дни они сушат на солнце собранный урожай. Только посмотрите на эти яркие краски. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске медиатор и адвокат Анна Журавлева расскажут о разрешении спорных вопросов по договору о показании туристических услуг. Часто такое случается, что запланированное и оплаченное туристическое путешествие не может состояться. По независимым причинам турист может отказаться от тура, и это право предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Для того, чтобы отказаться от тура, необходимо обратиться с письменным заявлением в туристическую компанию, с которой заключен договор. И в заявлении необходимо указать, что вы отказываетесь от тура и просите вернуть вам оплаченные деньги. Такой отказ предусмотрен в одностороннем порядке, и поэтому для расторжения договора согласие туристической компании не требуется. Туристическая компания обязана вернуть денежные средства за исключением фактически понесенных расходов, размер которых компания должна подтвердить документально. Если туристическое путешествие не состоялось по причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, либо обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, как, например, решение государственных органов о закрытии границ, либо введение чрезвычайного положения, либо возникновение обстоятельств, которые угрожают жизни и здоровью туристов, то туристическое путешествие может быть отменено, либо изменены условия договора. В случае расторжения договора по таким обстоятельствам деньги должны быть возвращены в полном объеме. Турист может столкнуться с ситуацией, когда немедленное возвращение денежных средств туристической компании невозможно ввиду их отсутствия. И тогда, конечно, за туристом сохраняется право обращения в суд за судебной защитой. Однако необходимо помнить, что судебные решения, связанные с денежными взысканиями, иногда не могут быть реально исполнены. И поэтому предпочтительным является разрешение вопросов, связанных с изменением туристического путешествия, либо вопросов, связанных с расторжением договора об оказании туристических услуг, решать посредством проведения переговоров, либо путем применения процедуры медиации. Осень уверенно вступает в свои права. И наверняка многие задаются вопросом, как укрепить иммунитет, чтобы не заболеть. Опытные врачи утверждают, что одно из главных защитных средств от простуды – витамин D. Он не только станет щитом от простуд, но и поможет справиться с осенней хондрой. Прежде чем начинать принимать витамин D, важно проконсультироваться с врачом. Ведь если нехватка незначительна, то восполнить ее можно проще. Помогут утренние и вечерние прогулки на свежем воздухе без использования солнцезащитного крема. Также получить витамин D поможет рыбий жир, жирные сорта рыбы, яичный желток, печень и молочные продукты. Оставайтесь здоровыми, берегите себя и своих близких. Это был утренний фреш. Хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение весенним, несмотря на то, что за окном осень. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok